Мудрецы говорят, что самое великое, что дает нам этот мир, это возможность исполнять заповеди. Массу возможностей. Остается только, как говорят мудрецы, подставлять тарелку и не упускать эти возможности. Например, мы желаем мира человеку, мира стране. И выполняем заповедь, ищи мира и стремись к нему. Если мы кого-то ободряем уместным словом, выполняем заповедь, оказываем какую-то помощь, поддержку, выполняем заповедь. Мы словами словно находимся в алмазной шахте. И алмазы сами падают к нашим ногам, нужно только нагнуться и поднять. Но если поместить слепого в алмазную шахту, то все услышат только жалобы по поводу тюрьмы с жесткими стенами. Тогда открыть глаза и увидеть, собирать заслуги к месяцу Элулы, к дню суда, который уже приближается. Мы часто едем не туда, делаем не то, ведь так привычные. Мы так привыкли или вокруг так делают. На что это похоже? На человека, к которому можно добраться до Иерусалима. Он пришел на центральную автобусную станцию и видит, что в Иерусалим едет старый автобус. В нем остались только стоячие места. А вот зато рядом стоит автобус на Хайфу, он там красавец, там цена дешевле. Но разве человек поедет в нем? Нет. Надо спросить себя, куда ты хочешь ехать? Куда ты хочешь двигаться в этом мире? Или еще, например, мы знаем, что наше предназначение в качестве родителей. Очень много в недельной главе говорится об этом. Воспитать наших детей, воспитать их хорошо по мере возможности нашей. С точки зрения этого светское воспитание обычно ничего хорошего не дает. Религиозная школа, она больше воспитывает, учит уважать родителей, учит каким-то хорошим качеством. Там нет того, что творится сегодня, насилие, наркотики и так далее. В ней есть свет, да? Но родители, которые смотрят, говорят, ой, тут такая красивая, там бассейн школы, там ты отдают ребенка в эту школу. Они увидят, что дети могут отдалиться и будут сожалеть о своей ошибке. Возможности и способы творить людям добро бесконечны. В нашей недельной главе Рье обсуждается заповедь отделять десятину. За это Бог обещает благословение и процветание. Но некоторым нелегко расстаться со своими кровными. Они его заработали, им трудно понять, почему они должны отдавать то, что по праву принадлежит им. Прежде всего таким людям, мудрецы говорят, надо задуматься, действительно ли жертвуя деньги на благотворительность, они их лишаются. Ведь по окончании жизни все равно покинуть этот мир без своего материального состояния придется. А затем получают вечное богатство в виде награды, заработанной за благотворительность. Так является ли благотворительность расставанием с деньгами? Или может быть наоборот, дальновидной инвестицией? Вот об этом тоже надо подумать. Во-вторых, надо понять, что все заработки на самом деле даются от Бога. Все от Бога, и только он в конечном счете решает, удастся ли кому-то что-то заполучить и удержать. И все, это не в наших силах. А как удостоится благословение? А Богу надо стараться как можно лучше соблюдать его заповеди. Одного человека, пришедшего к раввину, с жалобой, что у него все в жизни плохо, со здоровьем, с семьей, с заработком, спросил, а ты соблюдаешь шаббат, кашрут какой-то? Он говорит, нет. Он говорит, объясни, а что удивительно, что тебя одолевает проблема? Ты хочешь от Бога благословение, сам ничего не давая, не соблюдая договоренности с ним. Знаете, когда две стороны, одна претензия предъявляет, другая, вторая вообще не выполняет. Вместе с тем, скажем, кстати, есть и другие причины, когда Бог не дает человеку богатство. В некоторых случаях это искупление прошлой жизни, может быть, прошло бы ему во вред, может быть, эквиваленты этого он получает в будущем мире, увеличивает свою награду. Очень много. Мудрецы дают такой совет. Если деньгами становится трудно, надо больше жертвовать на благотворительность. Кажется нонсенсом, но это в духовном мире работает. Давая деньги бедным, человек показывает Богу, что стоит в него вложиться. Ибо он будет хорошим посредником, с помощью которого Бог сможет поддержать малоимущих. Но дзнака начинается с чего? С близких написано. Кто самый близкий человеку? Он сам. Поэтому надо говорить, в первую очередь, о дзнаке самого себе. Что такое дзнака самого себе? Минимум 10% времени отдай на работу свою, на работу с качествами, над изучением литературы какой-то. То есть человек, в первую очередь, должен работать сам с собой. Тем более сегодня. Сегодня у нас шаббат. Сегодня у нас шаббат главы Рье. Написано, что этот шаббат, это особый шаббат, в который очень много дается человеку, именно в материальном. Надо правильно его провести. Надо правильно помолиться в этот день. Надо правильно обратиться к Богу. Если это тебе пойдет на пользу, Бог никогда не откажет. Браха вас, лоха, всего самого-самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok